Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что ты скажешь о пользе? Сегодня у нас на нашем прилавке язык и сердце. Сердце и язык по своей полезности не уступают мясным продуктам. А почему они считаются полезнее мясо? Не пойму. Это мы сейчас с тобой узнаем. Вы считали сердце и язык продуктами другого сорта? Дарма, адже сейчас по конвику субпродукты считались деликатесом. Их подавали даже царским особам. В Европе стравы с этих продуктами считаются Найбільш вышуканными и дорогими и есть в меню каждого ресторана. Это и не дивно, адже за своими поживными ценностями Язик и сердце могут быть даже лучше за мясо. Сердце и язык не только не уступают по химическому составу мясу, но могут даже в некоторой степени быть полезнее. Мясо бывает, конечно, разной жирности, разные части содержат различное количество жира, но мы взяли средние показатели. Если мы сравним свинину с её субпродуктами, то увидим, что белка в свинине 14%, жира 36% и калорийность почти 400 ккал, 387%. Тогда как сердце свиное содержит белка практически столько же, то есть 15%, и жира в 10 раз меньше, и отсюда 80 ккал. Свиной язык жира содержит в 2 раза меньше, и калорийность, соответственно, его ниже. В то же время в сердце говяжьим жира 3,5%, что, соответственно, снижает калорийность сердца до 96 ккал. Окрім того, эти продукты дешевше за мясо и идеально подходят для дитячого и диетического харчувания. А ведь действительно субпродукты дешевле мяса. Это не касаемо языка. Язик, в принципе, довольно-таки дорогой продукт. А вот если мы говорим о сердце, то оно действительно в 2-3 раза дешевле, чем кусок мяса на рынке. Килограмм говядины – это примерно 70-80 гривен, в зависимости от качества мяса. Килограмм сердца в 2-3 раза будет дешевле. Килограмм свинины на данный момент 50-60 гривен. Не зря мне нравятся продукты, приготовленные, например, из сердца, потому что дешевле можно купить, а пользы не меньше, чем от мясных продуктов. Я тебе даже по опыту могу сказать интересный факт, что на производствах часто говядину заменяют говяжьим сердцем. Где-то от 15 до 20 процентов практически это никак не влияет на качество и на вкус продукта. Кстати, сегодня ко мне в гости придет Алла Ковальчук. Она расскажет, как в домашних условиях из суппродуктов приготовить печену. Обещала, что будет вкусно. Я думаю, будет очень интересно. Поскольку мы собираемся готовить из суппродуктов вкусные домашние блюда, необходимо научиться выбирать суппродукты. Вот мне кажется, замороженные лучше не брать. Замороженные продукты можно брать, но опять же, если этот суппродукт был до заморозки качественным, и если его правильно замораживали, если мы в этих двух пунктах уверены, тогда можно продукт этот смело покупать. И мы с тобой сегодня научимся, как правильно выбирать и покупать замороженные суппродукты. Честно говоря, я уже опасаюсь. Вспомню, мама мне еще в детстве говорила, Надюша, пирожки с ливером не покупай, они быстро портятся. Ну, действительно, это факт. Суппродукты хранятся не более двух суток, то есть максимум 48 часов, если эти суппродукты были правильно выделены при разделке животного. Суппродукты – это более обсемененные продукты, в отличие от мяса. То есть мясо само по себе имеет защитные свойства. Суппродукты этого свойства не имеют. Сердце – это орган, который обильно омывается кровью. И, соответственно, если кровь плохо удалить из сердца, то микроорганизмы очень быстро там будут развиваться. То же касается языка, поступает вся пища. Не дай бог, что-нибудь останется немытое. Фон начнет быстро портиться, быстро слезневеть. Это первое. Второе – эти органы подвержены заболеваниям. И, соответственно, может быть больным сердце, может быть больным язык. И так приступим к сердцу. Вот возле тебя два сердца. Это два замороженных сердца. То есть, ну, они начали уже размерзать. На их примере мы сейчас покажем, где сердце было правильно заморожено, а где сердце было заморожено неправильно. Самая критическая температура – это температура от минус 2 до минус 5 градусов. То есть, если при этой температуре заморожать любой продукт, особенно сопродукт, то после разморозки продукт будет похож больше на губку. Структура будет уже в нем разрушена. И все полезные витамины, которые содержатся в сердце, они уйдут в кристаллы льда. И при разморозке они просто вытекут из супродукта. Если мы видим вот такие крупные кристаллы льда, это говорит о том, что супродукт был заморожен уже неправильно. И после разморозки он уже не будет иметь своих полезных потребительских свойств. В том числе, наверное, и вкусовых, да? В том числе, конечно, и вкусовых. Как часто происходит на точках реализации супродуктов. Его вначале пытаются продать свежим. Но в течение двух суток продукт не продается. На нем появляется слизь уже. Соответственно, что делает продавец? Он его промывает в растворе марганцовки и далее кидает в морозильную камеру. Если у продавца морозильная камера некачественная, то есть она морозит где-то минус 8-10 градусов, соответственно, на продукте будут появляться вот такие неприятные кристаллы льда. Правильный продукт должен быть после разделки изъят, промыт, обескровлен и сразу же заморожен при температуре минус 25 градусов. Это является шоковый метод заморозки. Кристаллы льда практически в продукте не будут нарастать. Ну вот, покупая замороженное сердце в магазине или даже размороженное, мы разве на глаз можем определить, правильно его замораживали и сколько раз это происходило? Да, правильный вопрос. Сердце – это мышца. И, соответственно, как опыты с мясом, мы должны надавить, то есть сердце должно как бы таять вокруг пальца. Это правильно замороженное сердце. Если присутствуют, еще раз повторю, кристаллы льда, сердце заморожено неправильно. Мы по сердцу поговорим с тобой чуть-чуть попозже. Замороженное сердце в основном может к нам приходить из-за границы. Мы дали запрос в таможенную службу. И что оказывается, что 20 тысяч тонн замороженных субпродуктов были завезены в Украину из Бельгии, Канады, Дании и Бразилии. Бразилия на данный момент является самым главным поставщиком замороженного мяса, также субпродуктов в страны СНГ. Так это некачественные субпродукты или хорошие? В России был скандал. Суть его была в том, что продукты уже просрочены. Внимание, которому было 36 лет. Либо же это какие-то военные запасы, либо же это госзапасы. То есть все, что можно, все, что сами не съели. Давайте послушаем, что на эту тему скажет фитосанитарная служба. Снимают с госрезерва, переводят в другое хранилище. Идет дефростация. Она подтаивает. Его все равно можно было бы обнаружить. У нас нет таких данных, что Бразилия, снимая с госрезерва мясо, отправляет в Украину. В дефростированную или продукцию, которая подвергалась размораживанию, она не подлежит реализации. Ищу людям. Ну, хорошо, что к нам в страну такое мясо благодаря проверкам не попадает. Продукты из Бразилии, Канады, Дании. В чем главный нюанс? Это в откорме скота. В Канаде и в Бразилии нет запрета на продукты, которые содержат стимулятор роста. В организме животного накапливается такое вещество, как рактопамин, который до конца до сих пор еще не изучен. Он вызывает нарушение работы сердца, желудочно-кишечного тракта и оказывает другие побочные действия на наш организм. Говорить о том, что есть превышение рактопамина, мы не можем. У нас нет оснований. По законодательной базе рактопамин у нас не нормируется. Мы исследовали продукции, которая поступает с Бразилии, и мы находили количество рактопамина, не превышающие нормы всемирно-торговой организации. Чтобы не попасть на некачественный продукт, требуем у продавца на этот замороженный вид продукта санитарное свидетельство, ветеринарную справку, откуда этот продукт поступил, от какого этого животного. Мне кажется, что лучше все-таки покупать охлажденные субпродукты, нежели те, которые подвергли уже заморозке. Действительно, лучше покупать охлажденные субпродукты. Объясню тебе и всем, что у нас находится под этими секретными замками. А под этими секретными замками у нас находятся те знания, которые нам помогут правильно выбрать качественные субпродукты. То есть, есть замок, есть проблема, есть ключик, который решает правильно данную проблему. И если мы будем обладать этими ключиками, мы правильно сможем выбирать полезные субпродукты. Знания о выборе субпродуктов нам придется добывать. Добывать. Действительно, это так. Итак, начнем мы со штампа ветеринарной проверки. Штамп свидетельствует о том, что сердце все-таки было проверено, и оно абсолютно для нас безопасно. Правильное сердце должно быть обязательно разрезано, и внутри оно должно быть порезано на квадратике, либо же должны быть несколько поперечных разрезов. Для чего это делается? Это ветврач проверяет на наличие личинок в середине сердца. Если этого нет, соответственно, сердце допускается к продаже. Если они есть, то сердце будет утилизировано. То есть внутри сердца могут находиться паразиты, которые специалист определит на глаз. Да, то есть это будут личинки, если внутри что-то есть, соответственно, сердце было от больного животного, либо же оно было заражено. Это неправильное сердце, на нем нет печати, разрезано это сердце неправильно. И, соответственно, это просто сделали надрез сами продавцы данного субпродукта для того, чтобы стекла с него кровь. То есть ветврач, когда разрежет, обязательно поставит печать. Если сердце неразрезанное, на нем стоит печать, соответственно, кто-то схалтурил, что-то подделали, сердце может быть довольно-таки опасное. Итак, вот наше правильное сердце, которое находится под четырьмя замками, оно разрезанное, как мы видим. И я вижу, что тут есть штамп. То есть данный вид сердца правильный. Итак, освобождаем наше сердце от одного тяжелого замка. Следующий замочек – это цвет. Цвет сердца должен быть буро-красного цвета, свиное будет немного посветлее, ни в коем случае не должно быть серых оттенков. Если сердце серого цвета, соответственно, из него вытек уже весь сок, полезные витамины. В общем, это сердце уже было разморожено, либо же несколько раз промыто. Также не должно быть никаких пятен, кровоподтеков. В общем, сердце должно быть чистое и сухое. Итак, второй замочек – это цвет. Открываем. Правильный красно-бурый цвет субпродукта, сердце в частности, – это еще один ключ к выбору сердца. Следующий показатель – это жир, а вернее его количество на сердце. Количество жира должно быть немного по верхней части сердца тоненькой окантовкой. Если жира довольно-таки много, он уже желтого цвета, а если мы говорим об этом сердце, то его здесь очень много. Это говорит о том, что сердце либо же больного животного, либо животное кормили стимуляторами роста. То есть, следующее правило – чем меньше жира, тем вкуснее и полезнее будет сердце. Итак, освобождаем наше сердце от жира. И очень скоро мы доберемся до правильного субпродукта. Чтобы освободить качественное сердце, нужен еще только один ключ. Один ключик – это… Упругость. Упругость, да. Чем плотнее сердце, тем оно лучше. Чем мягче сердце, тем оно хуже. Освободим и проверим. Итак, пройдемся по всем пунктам. Первое – штамп. Вот мы видим наш штамп синего цвета. Сердце ветврач проверял. Далее – бурый цвет. Есть, значит, сердце нормальное, но не стекшее. Следующее – жира. Немного, то есть, находится сверху. Его небольшое количество. Ну и также по упругости. Это сердце мягкое, вялое. А здесь мы нажимаем, и ямка не остается, то есть мышца плотная. И также можно определить сердце старого животного, либо же молодого. Вот такие вот прожилки говорят о том, что это было сердце старого животного. Понятно, сердце будет не такое полезное, не такое вкусное, не такое аппетитное. При выборе сердца очень важно учесть все четыре ключевых момента, которые мы обсудили. Как определить сердце, было ли размороженное, либо же нет. То есть мы должны просто надавить на него пальцем. Есть уже кровоподтеки остаются, то есть оно дряблое. И плюс к тому оно уже имеет некрасивую окраску. То есть цвет сердца серый. Нормальный цвет сердца должен быть буро-красного цвета, насыщенного. Это сердце уже не охлажденное. Это сердце было обработанное, замороженное и размороженное. О чем свидетельствуют вот эти красные следы от марганцовки. То есть сердце было уже у нас испорченное. Продавец его промыл и после этого заморозил. Даже не потрудился, скажем так, удалить следы марганцовки. А у нас есть еще куриные сердца. Каждое сердце не разрежешь, их довольно-таки много. На них действует обычно простое правило. То есть принюхиваемся, смотрим на цвет, визуально оцениваем его. Если сердце немного слизкое, если оно уже неприятно пахнет и серого цвета, то это говорит о том, что куриное сердце уже было просроченное, перемытое. Лучше отказаться от его покупки. С сердцем теперь все понятно. Но у нас еще язык в цепях. Говорливый язык будем освобождать. Для того, чтобы он нам рассказал все секреты о правильности его выбора. Итак, сейчас ключевые моменты выбора качественного языка. Ключевые моменты те же самые, что и у сердца. На правильном языке должен обязательно присутствовать штамп. Если штамп есть, значит язык проверял ветврач. Освобождаем язык от первого замка. Так, это штамп. Получилось. Есть. Освободили. Следующее. Цвет. То есть, к примеру, этот язык неправильный. И когда мы откроем наш правильный язык, ты увидишь почему. То есть здесь свет довольно-таки серый. Давай освобождать побыстрее. Будем сравнивать. Цвет. Следующее. Жир. То есть большое количество жира. Это говорит о том, что язык был уже старый, от старого животного. То есть меньше жира, лучше язык. Получается, что критерии выбора сердца и языка схожи. Практически одни и те же. Практически одинаково. Да, это супродукты. Язык должен быть чистым, без слизи, крови и грязи. И также под языком нужно смотреть на лимфатические узлы. Если они там остались, соответственно, если они большие, набухшие, это говорит о том, что животное было уже больное, такой язык не покупать. И также упругость языка точно так же, как и у сердца. То есть критерий один и тот же. Итак, открываем наш правильный язык, который должен быть так же упругим и твердым, как и правильное выбранное сердце. Вот у нас два языка. На этом языке штамп есть, на этом языке штампа нет. Далее цвет. Цвет мяса приятный розовый. Цвет мяса уже бледный. Говорит о том, что язык размораживали. Причем размораживали в неправильных условиях. Да плюс еще и неправильно его замораживали. И скорее всего его даже промывали. И четвертый критерий – это упругость. Итак, правильный язык по упругости. Давим на область языка, след не остается. Он довольно-таки плотный. И теперь берем язык неупругий. То есть он абсолютно мягкий. Раз, и вмятина осталась. Но мы научили вас правильно выбирать субпродукты. То есть критерии при выборе сердца и языка, как ни странно, оказались одинаковыми. Если вы берете качественный субпродукт, то и блюдо из него будет вкусное и полезное. В чем мы сегодня еще обязательно убедимся. Спасибо тебе огромное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok